История любви, растянувшаяся на десятилетия, то глубоко и философски многие теологи и историки говорят о большом и светлом чувстве, которое объединяло и сплачивало до последних дней всех представителей семьи русского императора Николая II. На протяжении больше чем 100 лет личная жизнь последних романовых нисходит в суст в разных кругах, но реальная история супружеской жизни, основанная на вере, любви и взаимоуважении, может служить образцом семейных отношений для наших современников. Это хорошо раскрывает экспозиция «Венценосная семья. Путь любви», представленная в художественном музее Брестской крепости. Великая любовь, которая была между государиней и государем, это действительно тайна, которая была сокрыта от людей многие десятилетия. И только благодаря современникам, благодаря дневникам, которые мы сейчас уже читаем Александры Федоровны, мы узнаем, какие это были действительно великие люди. И свою любовь они, конечно же, проявляли и по отношению к детям, по отношению к окружающим людям. Это были необычные люди, это были люди, достойные своей времени. Большой выставочный проект создавался на протяжении нескольких лет. Скрупулезная работа авторов позволила раскрыть неизвестные страницы жизни последнего русского императора и его семьи. Среди экспонатов проекта – фотографии из личных фотоальбомов романовых, материалы из собраний приходов Федоровского государева и Софийского соборов царского села в Санкт-Петербурге, кровеческих музеев Могилёва и Златоуста, частных коллекций. Сам процесс привоза экспозиции в Брест стал поводом объединить вокруг выставки людей, занятых в совершенно разных сферах, однако желающих познакомить других с бытом и традициями этой уникальной семьи. Сегодня они здесь экскурсоводы, каждого из которых к этой работе привели свои мысли. Это необычная семья, и она действительно, как благословение Божие было в те времена. Царь был очень милостивый, он очень милосердно относился, помогал, благотворил церквям, помогал просто людям, не жалея для этого своих личных средств. С портретов, словно живые, смотрят на нас такие душевные и по-детски наивные лица всех представителей семьи Николая II, которые и подумать не могли, какой нечеловеческий путь страданий им приготовила судьба. До последних дней они оставались примером доброты, милосердия и отзывчивости. Их судьбоносный подвиг на века сохранится и в сердцах верующих. Большая радость, конечно, прикоснуться к этой выставке, к этому творению, которое годами люди собирали, и так трепетно и бережно все привезли нам. И, конечно, должен каждый сюда забежать, кто может, и прикоснуться к этому духу, к этим знаниям, потому что они останутся надолго. И не то, что это, как знаете, просвещаешься ты, просвещается твоя семья, и эта радость идет дальше. В Бресте выставка пробудет до 24 ноября. Кураторы экспозиции рекомендуют записываться, чтобы не только посмотреть на вернисаж, но и послушать рассказ о жизни последних представителей рода Романовых. Здесь же по итогу экскурсии можно оставить отзыв и поделиться своими впечатлениями, оставив их в книге пожеланий. Продолжение следует...